Дорогие друзья, уважаемые зрители, радиослушатели, здравствуйте вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня». Я с вами редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Николай Слепцов-Айдын и Мария Сумхалырова. А в нашей студии гостья, которую я очень долго хотела пригласить в прямой эфир, хотела познакомиться, это Бронислава Мэй. Это стилист-коуч, юрист-журналист и девушка, которая превращает мечту, свою мечту, в реальность. Классно звучит так. Я очень рада видеть вас, Бронислава Мэй, сегодня в нашей студии. И когда я была на вас подписана сколько-то времени назад, я следила за вашими постами, очень любовалась вашим стилем, тем, как вы его создаёте, как это легко всё происходит. Потом по определённым причинам меня не стало в каких-то соцсетях, я вас потеряла. Я стала вас искать среди знакомых и была удивлена, что у вас есть, оказывается, ещё одно имя Дарья, Дарья Гавышева. Я его не знала. Мне казалось, Бронислава – это ваше настоящее имя, потому что как будто бы оно очень созвучно с вами, очень вам подходит. И я посмотрела значение этого имени, что это хранительница славы, Славы. Бронь – это как бы охрана, защита брони. И Слава – это сама Слава. Я думаю, это вообще очень вам подходит, это прям ваше имя. Я даже не могу внутренне перестроиться на Дарью. Ну, не обязательно. Спасибо. А как вы пришли к этому псевдониму? Почему вы его взяли? Расскажите, какая история была? Всё гораздо проще вообще. Потому что обычно псевдонимы всегда придумываются в юности, в какой-то такой период. И раньше у нас был якутский известный портал, на котором были дневники. Я думаю, многие этот период помнят. И тогда, наверное, зародились большинство вообще якутских блогеров, социально активных людей. То есть вот вообще, мне кажется, тогда это была площадка, которая родила многие имена, скажем так. Такие, которые сейчас достаточно известны тоже в социальных сетях каких-то, на других каких-то платформах они также продолжают писать. И я зарегистрировалась там. То есть это был какой-то восьмой, наверное, год, 2008-й. И мне нужно было какой-то псевдоним себе придумать, потому что я не хотела быть Дашей Габышевой, чтобы, скажем так, не сливать, что это я. Потому что я вот, ну, уже понятно по моим соцсетям, что я достаточно откровенный человек, открытый. Я люблю писать всё вот так вот, чтобы развернуто, откровенно, наверное, даже, чтобы, условно, никого не ранить своими словами. Я хотела взять псевдоним, чтобы писать всё, что я думаю, и не переживать. Ну, то есть за то, что это как-то вот кого-то коснётся. Взяла я... Я тогда работала помощником юриста. И вот в тот период, получается, я писала касационную жалобу в суд, и что-то вот в какой-то программе смотрела, как похожие дела, получается, разбирались, и статья принадлежала женщине, у которой было имя Бронислава. Такая классная статья была, хорошая, очень простая, ёмкая, очень мне помогла, и я имя запомнила. Подумала, вот надо же, человек, и имя классное. То есть вот такое вот... Ну, то есть человек юрист, и вот у него клёвое такое юридическое имя, ну, то есть можно сказать. Я подумала, вот мне бы... Ну, то есть была такая мысль, что мне бы такое имя. И потом, когда нужно было регистрироваться, там всё было, получается, что нужно было писать условно русскими буквами. Я подумала, ну, классно, это вот прям идеально подходит. Я взяла Бронислава и май, потому что месяц был май, всё элементарно просто. И потом, вот со временем, когда дневники начали мои расти, на той платформе я даже стала пользователем года, по-моему. То есть там как-то у меня тогда ещё... Пошло как-то. Да, и мэр тогда у нас ещё Заболев был, и у меня даже была дощечка от управления молодёжи, блогер года, по итогам там какого-то года. Вот что-то такое. То есть они как-то меня там заметили, и тогда, конечно, пришлось рассекретиться. Но тогда я ещё делала социальные проекты, связанные с добром, там делали вся... Как-то вот очень у меня была активная такая жизнь, и этот псевдоним мне сильно помог, и многие меня под ним знали. То есть до сих пор те, кто из дневников, они называют меня Бронем, Бронислава, и как-то оно ко мне привязалось. И я вообще спокойно с ним живу, потому что уже много лет прошло. То есть я хорошо отзываюсь снова по имени, спокойно. То есть это вот ни в коем случае меня не обижает. Я понимаю, что это так, и понимаю, что это вводит в заблуждение. Но уже я ничего с этим сделать не могу, уже всё, оно и есть. Нет, наоборот, классно, интересно же, какое-то удивление, да, и получается что-то скрыться для того, чтобы проявиться. Да, это тоже такое есть, да, что вообще я вот тоже воспринимаю это вот, что Бронислава — это, скорее всего, такая степень, когда люди познакомились со мной с социальных сетей. Когда мы уже знакомимся ближе, человек понимает и знает, что меня зовут Даша Габышева, и это немножко разные люди. Даже, ну, с точки зрения, возможно, поведения, каких-то бесед. Потому что социальные сети, они всё равно имеют определённый флёр, какой-то, скажем так, лицо, да, образ, образ. И он сам складывается. То есть обычно люди додумывают, даже ничего не нужно делать. Вот это вообще особенность вообще вот медийности в том, что ты... Обычно мне говорят, вот, а я думала, ты выше, например. Ну, то есть вот такие вот даже бывают. Или я думала, ты какая-то злая, ну, то есть такая вот какая-то строгая. А я на самом деле вообще не злая, не строгая, я очень милая. И весёлая, очень весёлая. Когда я узнала, что вы ассоциируете себя и ваш любимый персонаж, это Пеппи Длинный Чулок, я думаю, о, это очень подходит прямо. Вот она весёлая, всегда в хорошем настроении. Но есть одно отличие. Пеппи Длинный Чулок, она не носила столько красивой одежды, как носите её вы. Ну, наверное, я Пеппи Длинный Чулок была, скорее всего, совсем в детстве, когда у меня не было много красивой одежды. А, тогда, значит... Это такая Пеппи Длинный Чулок, у которой есть деньги. Да. А у неё были деньги, но она их не тратила на одежду. А, точно, точно. А вы их тратите, получается, на одежду. Я, на самом деле, очень сильно волновалась, когда договаривалась с вами про интервью. Я думаю, боже, что же одеть, потому что придёт человек вот такого вкуса, утончённого. Но когда я услышала в вашем интервью, что вы говорите, что стиль – это когда тебе комфортно, я выдохнула, думаю, всё, буду как всегда. Потому что, на самом деле, совсем не умею одеваться. И если я прихожу в магазин, мне кажется, у меня очень хороший вкус, но все те вещи, которые мне нравятся, они меньших размеров. И я иногда страдаю. Вот. И сегодня я прямо вами очарована. Вы так хорошо выглядите. Спасибо большое. И вещи красивые, и вы сама красивая. И, конечно, вот смотришь, что мы ждали. Красота – это страшная сила. У вас кожа такая великолепная светится. Ой, я вообще засмущалась. Не смогла не сказать этого всего. А как вы к комплиментам вообще относитесь? Комплименты я люблю. Я смущаюсь, конечно. То есть нет такого, что я там такая «да». Ну, то есть «да, спасибо». Конечно, безусловно, мне всегда приятно. Потому что когда тебя оценивают, ну, и внешне оценивают, да, и когда твой труд оценивают, то, как ты выглядишь, это важно. Особенно если ты, ну, то есть придаёшь значение внешнему виду. То есть я придаю значение внешнему виду, и когда его отмечают, мне приятно вдвойне. Ну, и, конечно, я понимаю, что внешний вид – это всё-таки возможность притянуть к себе какое-то внимание. Сначала это неосознанно, сейчас я уже просто это понимаю, принимаю, мне с этим комфортно. Я с этим живу. А так, комплименты – это… Я сама люблю делать людям комплименты. Иногда бывает, что я увижу что-то вот на улице, да, я могу подойти к человеку и просто сказать, вы классно выглядите. Или там какой-то головной убор бывает, ну, прям интересный. Вот просто думаю, где человек взял вообще эту шляпу. Я иду и спрашиваю, вы где его взяли. Мне важно знать, мне интересно. И бывали случаи, когда делаешь комплимент, а человек меня узнаёт. Вы очень вообще легко вступаете в коммуникации, когда я услышала историю про то, что вы решили поехать учиться, и вы просто могли подойти и сказать, что мне нужны деньги, дайте девочке деньги, она поедет учиться. Я удивлена, что вот так легко, просто. И почему с таким талантом вы не остались в Москве? Потому что вы точно бы завоевали столицу. Вот если говорить про коммуникацию, то это мой дар, я считаю. То есть если кто-то хорошо поёт, кто-то, возможно, очень гибкий, там, у всех свои какие-то навыки, которые дала природа. Я думаю, что говорить и вот быстро вступать в контакт с людьми без каких-либо там, скажем так, условностей, да, это просто мне дано. То есть я не знаю, откуда это. Я с этим живу, оно у меня есть, и для меня это как даже немножко нормально. То есть когда, например, я вижу, что человек с трудом идёт на контакт, я раньше, сейчас я понимаю, что все разные, но был какой-то период, вот это странно, почему, я же хочу поговорить, что же, давай говорить. У вас глаза какие-то вообще абсолютно волшебные, под какой ты гипноз попадаешь. Я и время перепутала, и не заметила, как баннер поменяли. Я просто настолько вами увлеклась, что я даже не сказала нашим слушателям и зрителям, что сегодня цель нашего эфира – это рассказать про то, какие будут новые тенденции, вот новогодние тенденции, какие в новом 2024 году. И мы хотим сделать акцент на северный регион, на наш, как для нас хорошо, красиво выглядеть. И, возможно, у наших слушателей и зрителей будут вопросы. 32 00 66, 32 11 66, телефонный прямого эфира. Вдруг нам кто-то захочет присоединиться. И классно, было бы здорово. Да, мне понравилось, как вы создаёте свою одежду, вот, ну, сами, да, что вы можете взять футболку и обрезать рукава у неё, да, их закатать, и всё. Это уже какая-то стильная вещь, да, какое-то украшение придумать, да, тут же брюки как-то тоже обрезать, причём просто не подшивая, и это классно выглядит и супер смотрится. Я всегда очень с восторгом относилась к такому вот умению создать из ничего какой-то образ и не побояться вот так вот выйти, да, и иметь успех. Потому что, наверное, вот именно и имеют успех те люди, которые нарушают какие-то нормы. У нас же в соцсуме есть нормы, и, наверное, вот в мире моды они тоже есть. И, наверное, круто их нарушать тогда. Вообще, я за то, чтобы нарушать. Ну, то есть, вот, если вот такое, у меня, на примере детей приведу, что вот у меня дети ходят в детский сад, там ещё, и рисуют. И когда раз мне сын говорит, вот мне сказали, что я вот не так нарисовал. Я говорю, как не так? То есть, говорит, ну, что вот так, это не тот цвет, что вот так не рисуют. Я говорю, сын, рисуют как ты хочешь. Ну, то есть, нет границ с точки зрения рисования. Это творчество. То есть, творчество — это то, что делает человек, да. Ты делаешь это своими руками. Ты можешь эту птицу сделать любым цветом, любым размером. И, возможно, никто не может решить, есть она вообще на этом белом среде или нет. Это просто твой продукт на бумажке. И тогда мне сын говорит, да. Я говорю, да, то есть, можно всё, что ты считаешь нужным и важным, если это не нарушает законы Российской Федерации. Всё. То есть, пожалуйста. Остальное ты можешь делать. И я для себя тоже вот так обрисовала. То есть, что можно всё, что важна, вот эта внутренняя свобода, потому что зашоренность, она нам сильно мешает. Я не говорю, что я во всём супероткрыта. Есть моменты, конечно, какие-то установки, да, это называется, с которыми какие-то меня устраивают, я с ними живу, какие-то меня не устраивают, я там что-то с ними делаю. Но в любом случае, внешний вид, он никого не обижает. Ну, то есть, если ты плохих слов там не пишешь в чей-то адрес, в принципе, это только твоё, это твоё личное пространство, твой уголок, да, как твоя комната. Ты можешь делать с собой, со своей одеждой, со своими волосами, зубами, всё, что тебе только вздумается. И если кто-то скажет, что так нельзя сделать, ну, это его проблемы. Не смотри. У меня всё очень просто. Не нравится – не смотри. Не хочешь – не покупай. Ну, у нас всё равно, вы правильно сказали, по одежде как-то ты заявляешь о себе с помощью одежды. Кто-то смотрит, есть ли какие-то бренды, да, у человека, от кого сумочка, от кого там курточка и всё такое прочее. Кто-то различает какие-то дизайнерские вещи. Поэтому всё равно нас тестируют, и в какое-то общество тебя могут не пустить, если ты выглядишь как-то не так. Возможно, это присутствует, конечно. Мы не можем этого исключать, потому что мы живём в социуме всё равно. Но сейчас немножко граница уже стёрлась, и что сейчас всё-таки превалирует. Есть такой стиль, например, как минимализм, да, в данном случае у Светланы тоже сейчас у нас в минимализме. Да. Да, это то, что если вещь качественная, да, то есть качественно изготовленная, ей не обязательно быть брендовой. То есть она качественная, она аккуратная, она опрятная. Всё. То есть она не имеет какой-то стилевой привязки. То есть человек может в ней пойти куда хочет. Наверное, такие яркие примеры есть, такие как Стив Джобс, да, например, тот же самый. Все знают, что его стиль был максимально аскетичный и минималистичный, и он как бы в принципе там не парился. Только качественная, да, была одежда? Да, ну да, там всё у него было на самом деле хорошее, да. Но момент в том, что человек так выглядел, и прекрасно. То есть никто не говорит, что он не талантливый, никто не говорит, что он не молодец. И возможно, возможно, на начальных этапах, если тебе хочется прям влиться в какое-то окружение, и у тебя нет, ну, условно, какой-то возможности, иногда, да, внешний вид помогает. Он делает дорожку более лёгкой. И сейчас, допустим, я вижу в социальных сетях очень часто различные тренера, там, тоже коучи и так далее. То есть есть такое понятие, как инфобизнес, да. Люди продают что-то там, свои какие-то наставничества условно. И я всегда, например, в таких ситуациях говорю, что если у тебя чек высокий, то и ты выглядеть должен на этот высокий чек. То есть вот это очень такое... Ну, это про выглядеть. То есть можно сделать недорогой образ, но он будет выглядеть дорого. То есть это тоже момент нужно чувствовать немножко. То есть такое можно. То есть с минимальным бюджетом сделать что-то красивое и дорогое. А у вас такие запросы у ваших клиентов, они приходят чаще вот с таким, чтобы как-то экономнее, но произвести впечатление или шикануть хотят. Чаще всего вообще в нашем городе, да, конечно, многие упираются всё в бюджет. Однозначно. Потому что всё-таки у нас одна верхняя одежда сколько стоит, да, ну если объективно говорить. То есть это удовольствие не из дешёвых, а это база. То есть тепло одеться зимой – это обычное дело для человека северного. Но на это уже тоже много денег уходит. Но тепло и ярко – это не каждый умеет. Вы сегодня зашли в зимние одежды, я просто обомлела. Такие яркие цвета неожиданно для нашей зимы уже всё равно как-то вот больше тёмное, да, такое. У вас синий, да, какой-то такой прям фиолетовый цвет. И такой фуксий, да, цвет. Это же вообще просто праздник. Да, да, но мне нравится, потому что зима, она очень унылая, честно. Я обожаю якутскую зиму, но я не хочу грустить. Ну, правда, мне... Одно из, чтобы сделать вот холодный месяц теплее, это вот эти краски добавить. Да, да, то есть это для своего настроения делается по большей части. То есть у меня муж всё время наставит, давай купим тебе пуховик, вот этот тёплый максимально такой. Я говорю, нет, я не буду в нём ходить. Мне нужно, то есть я постоянно отказываюсь. Вот, но запросы, ну, конечно, на бренда тоже есть запросы. Но момент в том, что их можно правильно расставить как акценты. То есть это не значит, что все вещи должны быть очень дорогие. И, например, если у человека высокий доход, и он продаёт за высокий чек, и хочет привлечь внимание людей, у которых есть деньги, то есть нужно, конечно, выглядеть соответствующе. Ну, это, как сказать, есть вот как окружение, да, определённый термин. То в любом случае это так. То есть нужно всё равно, чтобы было какое-то, чтобы было доверие у человека. Потому что, например, когда мы, допустим, что-то хорошее и дёшево стоит, нам же всегда кажется, что это подозрительно, да. Тогда нужно соответствовать, потому что человек придёт в такой, например, на дорогой чек, да, будет выглядеть одежде, а, например, по каким-то рабочим моментам он может проиграть. Конечно, да. Тут нужно, чтобы всё было со измерениями вообще язык, гармонию внутреннего и внешнего. Мы растём, и наши условия жизни, например, растут, да. То есть переезжаем в квартиру получше, да, там, пересаживаемся на поликомфор... Ну, с общественным транспортом пересаживаемся на машину, потом, может, что-то ещё. То есть мы всё равно всегда стремимся расти, потому что если у нас растёт доход, то желание жить лучше, оно пропорционально растёт. Внешний вид иногда даже у тех, кто хорошо живёт, отходит, там, на десятый план. Почему? Потому что у нас, скажем так, не так много моментов, да, в голове, на которые мы можем сфокусироваться. То есть у нас есть, например, дети, да, у нас есть личная жизнь какая-то, ну, то есть помимо детей, это, ну, супруг или что-то, какие-то свои другие, не знаю, партнёрства, да, будем так называть. Может быть, это работа, может быть. Дальше это может быть мама, да, кто-то такой близкий и важный человек, который тоже занимает условно время. Ну, или хотя бы спортзал, какие-то такие дела. И вот, пожалуйста, у нас четыре аспекта жизни, которые мы должны успевать делать. Ещё готовка же есть, да, я думаю, какие-то вот это вот быт, да. Кто-то это всё в одной и той же одежде. Это должен быть один человек, который должен всё это делать, да. И он должен ещё где-то успеть вспомнить, что он должен был там себе рейту закупить, потому что зима. Обычно так и есть, вот вы описываете сейчас в нашей жизни. Ты покупаешь, например, одни туфли, да, и ты понимаешь, что они одни вот будут в этом сезоне, слава богу, если они выдержат этот сезон, да. То есть нет такого, что ты одежду как бы ставишь на первое место. Да, не успеваешь просто, потому что есть люди, у которых это привычка, то есть уже вот, например, как в моём случае, внешний вид – это моя привычка. А у большинства, особенно тех, кто рос в 80-е и 90-е, и пережил, например, какие-то резкие такие изменения жизненные, им сложнее, потому что привычка выглядеть как? Как все. Как все и минимализм. Да. Вот у меня, возможно, так и осталось, я всю жизнь так живу. Вы говорите о повышении качества, а я как-то всегда так. У меня нет такого вот, что много накупить. Какое-то одно вещь и всё. Ну, то есть надо взять хорошую, качественную вещь, да. А потом, когда праздник, надо пойти и купить себе платье. Ну, или что-то, какой-то образ. Да, вот так. Да, всё. И потом получается, что платье и туфли стоят дороже, чем весь бюджет, извините меня, на целый год. Да, и ты думаешь, вот или это платье взять, или вот что-то на что-то другое потратить. Да. Оставляешь приоритеты. И часто одежда остаётся на одном из последних мест, к сожалению. Да, всё верно. Поэтому, когда встречаешь таких ярких людей, то просто попадаешь под это обаяние, и из него очень сложно выходить. Я думаю, что мы продолжим любоваться вами и слушать вас через буквально 4 минуты. У нас реклама короткая, слушатели и зрители. Оставайтесь с нами, скоро вернёмся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии сегодня стилист, коуч, юрист, журналист и просто весёлая, красивая девушка Дарья Габышева, Бронислава Мэй. Я вот так вот вас представляю. А как вы сами обычно представляетесь, что вы говорите о себе? Я о себе говорю, что я коуч по стилю, многодетная мама, и всё. Коуч по стилю. Я вот когда смотрела передачи, в которых модельеры, стилисты работают с клиентами, у меня всегда это внутренний протест вызывало, потому что люди начинают как будто бы перекраивать, вот как эту одежду. То, что они любят, и то, в чём они привыкли, в чём им комфортно, это убирается. Людей там могут остричь им волосы, как-то перекрасить. И очень печально всегда, и даже некоторые плакали. И, наверное, это одна из причин, почему я так долго к вам собираюсь. Но в одном интервью, потому что я боюсь зону комфорта свою менять, но в одном интервью вашем я услышала, что стилист-коуч – это человек, который, задавая вопросы, поможет мне как клиенту раскрыть то, что у меня внутри, рассказать мне самой, какой у меня стиль. И вот это мне очень понравилось, что не надо ходить по магазинам, не надо ничего мерить, а просто я о себе ещё какую-то информацию получу. Вы сейчас работаете именно в таком направлении. Да, сейчас я в основном оказываю консультации, если говорить как стилист, например. То есть я, по большей части, сейчас консультирую. Скажем так, это основная такая моя деятельность. Что я хотела сказать? А, да, вот. Что задаёте вопросы, наверное. Да, 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 всё верно. То есть это я делаю карту стиля человеку. Почему? Потому что я понимаю, что люди разные. То есть вот когда я только начинала работать, да, возможно, мне не хватало опыта. Я там, насмотревшись на определённые какие-то картинки в интернете, думала, вот это модно, значит, надо всем вот это предлагать. Но сейчас я, скажем так, понимаю, что, да, есть люди, у которых запрос. Я хочу быть вот здесь и сейчас очень модной. И это нормально. Ну, то есть человек может хотеть быть максимально в тренде, да. Но я сейчас вообще стараюсь с такими людьми не работать. То есть я за индивидуальность. Мне очень важно, чтобы человеку было комфортно в этой одежде. Вот если человеку нравится ходить, как ему нравится, пускай он так и делает. Стилист, что делает в этом случае? То есть он показывает, как ещё вот в этом образе, уже в привычном, можно добавить что-то, чтобы это было актуальнее, чтобы это было современнее. Возможно, какие-то советы по посадке, да. Потому что бывает такое, что даже иногда на один размер вещь больше взять, она уже по-другому сидит. А у нас, у многих женщин, есть установка, что вот я вот этот размер ношу, я больше никогда, то есть цифра больше нет. Хотя велика вероятность, что в цифре больше, там, допустим, если мы носили там М-ку, стали носить Л-ку. В Л-ке, то есть силуэт будет лучше смотреться, на самом деле девушка будет миниатюрнее выглядеть, и много других нюансов. Потому что в одежде вообще важна посадка. Ни в коем случае посадка и самоощущение, конечно. То есть это какая-то внутренняя органика должна быть. А когда мы, например, пытаемся залезть во что-то маленькое, потому что нам кажется, что так все будут думать, что я там стройная, но это же видно. То есть когда человеку вещь мала, это заметно. То есть когда пуговицы такие хотят разойтись в разные стороны, вот это все. И я часто такое вижу. То есть мне иногда грустно бывает, честно признаюсь, что, например, вот когда я вижу ковровые дорожки, например, наши, да, местные, я вот вообще слежу за якутской эстрадой, мне нравится. То есть я, у меня есть любимые певцы и так далее. Но когда я смотрю, вот концертные костюмы, или сейчас очень многие переходят в современный такой лад, то есть уже ушли от этих эстрадных, то, что было там, допустим, в нулевые, сейчас все уходят на casual, да. Ну и даже casual не всегда, это не всегда простое решение. Если он сидит плохо, а на сцене под софитами, в движении, еще как-то это заметно, все заметно, все видно, ты просто находишься же в центре. То есть важно, мне кажется, воспользоваться вот консультацией, стилистов, хотя бы, ну если не прям услугами, но хотя бы консультацией, да, чтобы тебе посоветовали, как гармоничнее и выгоднее выглядеть, потому что такие красивые формы иногда портят посадка. То есть вот человек вот прекрасно, на самом деле, сам по себе прекрасно выглядит, но от того, что что-то где-то не там затянуто, все портится. И вот ты смотришь и думаешь, да елки-палки, как так? Ну то есть прям... Ну конечно, тогда круто, да, вот своего стилиста, да, и еще своего модельера, и свою швею, которая вот по тебе где-то что-то подгонит, и прибыль не сошьет. Да, да, это, конечно, идеальный вариант. Но в России, даже в России это не совсем развито, не то чтобы в Якутске. Ну мы уже начали ходить к психологам, может быть, будет и со временем модно, да, ходить к стилистам, как к зубному врачу, хотя бы там раз в год показаться. У наших слушателей и зрителей сегодня есть уникальная возможность получить консультацию от такого крутого стилиста, как Пронеслава, мы, и мне очень нравится, что у вас акцент на свободу, мне это очень нравится, меня прям это очень подкупает. Близко просто, близко, скорее всего, да. И как раз сейчас Новый год, вы такая красивая, яркая, пришли сегодня в нашу студию, осветили её настолько, что я забыла про огоньки, но во втором блоке мы их включили, новогоднюю гирлянду. Расскажите, как, в чём нам встречать этот Новый год, какие актуальные акценты, аксессуары, и, может быть, немножко про 2024. Вообще, самое важное, что я говорю, это вообще касающиеся новогодних нарядов, да, о том, что всё-таки важно помнить, что бюджет на Новый год, да, вообще на юбилей, на праздник и так далее, он не должен быть колоссальным. То есть у нас, как бывает, да, что мы, допустим, на джинсах экономим, потому что джинсы за 3 тысячи – это дорого, но платье за 12 на один час жизни – это нормально. Ещё туфли сверху, ну, постараться. Ну, потому что джинсы вроде… Ты в знакомом коллективе, а туда придёшь вроде бы как, чтобы показаться, да? Ну, вот, это на самом деле должно быть наоборот. Да, согласна. То есть очень важно, что тут нужно правильно распределить бюджет, потому что мы что делаем? Мы исчисляем в проценте износа. То есть мы понимаем, что джинсы мы носим, например, там, я не знаю, ну, 100 дней в году, а платье, они стоят 3 тысячи. Если мы делим, да, получаем небольшую сумму. И джинсы на себя много берут, реально, они, в них и ходишь, в них и сидишь. То есть они вообще… 100 дней-то, наверное, ещё неплохо, кто-то может быть и все 300. Да, на мужчинах я всегда смеюсь, одежда просто исчезает, да? Вот. А платье, например, новогоднее мы носим там 3-4 часа. Да, мы сделали красивую фотографию, если у нас есть соцсети, мы их выложили, если их нет, то мы вообще не выложили это, вообще зачем было всё? Да, хочется выглядеть красиво, безусловно, но тут тоже вот нужно искать альтернативы, я так считаю. Может быть, для эмоций, для настроения, потому что у меня тоже такие истории есть, у меня знакомая, ей дал муж деньги на телефон, она пошла, купила себе платье на Новый год, счастлива, неимоверно, ну, а телефона-то нет. Вот, но это потому что, вообще, почему, как говорится, вещевой бизнес, да, вот эта женская одежда процветает, потому что мы покупаем одежду на эмоциях. И вот это о том, что я говорила, что важно вообще человеку осознавать, какая у него цель. Почему вот я работаю с людьми? Потому что я говорю, а тебе одежда зачем? Вот мы представляем, зачем тебе образ на Новый год, зачем? Если тебе 20 лет, например, ты идёшь на корпоратив, то понятно, что, возможно, там тебе нужно мини-платье, что-то там, какие-то высокие каблуки, ты будешь, возможно, на этом корпоративе на одном, потом ещё куда-то поедешь, ещё это платье, ещё там будет всю ночь, ещё потом все январские праздники, ты в нём куда-то будешь ходить, скорее всего. Ну, то есть потому что у тебя образ жизни свободный, молодой, такой девушки, возможно, на выдане, да? Да, может быть, судьбу свою встретишь, да, в таком платье. Да, но когда мы говорим о том, что уже другие цели какие-то, просто прийти и отметиться на корпоративе, даже там, возможно, не сильно отдохнуть, потому что завтра опять вставать и там ещё отчёт дописывать и что-то ещё. Стоит ли вот это всё, вот этих вот усилий? То есть важна цель средства, да, то есть оправдывать. Ну, это вот такое, скажем так, отступление. А если мы говорим про тренды, конечно, нам всем хочется быть актуальными. И, например, сейчас один из самых актуальных трендов это пайетки. Безусловно, пайетки, они были в моде, они остаются. Возможно, у нас есть уже какие-то пайеточные истории из прошлых сезонов, потому что мы иногда, бывает, вот под веянием покупаем. Я думаю, что можно что-то переделать немножко, что-то там, да, то есть если вот бюджет, как говорится, не резиновый, как-то попытаться, постараться подстроить, может быть, и с платьей сделать юбку или топ, да, снизу брюки, то есть как-то всё это скомбинировать. Пайетки сейчас актуальны во всех их проявлениях, то есть что-то могут быть любого цвета, любого фасона, любого размера. То есть, безусловно, можно их использовать как в домашних условиях, точно так же, как и на вечеринках, да. Единственное, что понятно, что, возможно, в пайетках будут многие. Ну, то есть что это такой очень распространённый вариант, который, скорее всего, многие будут использовать. Ну, тогда все модные будут. Ну, обычно, когда все начинают быть в одинаковом, это эксклюзивность теряется, и суть образа тоже, да. Мы обычно никто не рад, когда приходишь, да, там раз, и кто-то в том же, что и ты. Да. Это обычно грустно. Вот. Что ещё это может быть? Да, вот есть вот варианты, расшитые, например, их можно расшить самостоятельно. То есть купить, например, есть базовый пиджак, да, чёрный, серый, который обычно уже носился, но можно дать ему вторую жизнь. То есть потому что оверсайз-пиджаки были очень актуальны, я думаю, у многих они там где-то ещё лежат. Можно сходить в магазин, фурнитуры, приобрести что-то, да, и добавить. То есть сделать, может быть, как плечи, как-то вот с эффектом Майкла Джексона что-то такое, да. Можно, наоборот, стразинки добавить, то есть пришить, и тоже сейчас очень актуально. Также сейчас в моде бантики, если там загуглите или посмотрите, пиджак с бантиками. То есть это просто атласные бантики мелкие, прям пришиваются полностью на пиджак. И это... Не нужно суперталанта иметь швеи для этого, но при этом можно возродить свою старую вещь и классно выглядеть. Также можно на этот вот клей-момент приклеить мелкие стразы, но это уже, кажется, мелкая моторика, это уже не для всех. То есть, я не знаю, это, наверное, сложнее, но можно, но тоже можно. Или буковки даже просто себе сделать какие-то, да. Новый год ещё такой праздник, когда мы можем и подурачиться, да, и вспомнить про детство, и какой-то маскарад сюда привнести в этот состин. Конечно, да, то есть вариантов... Маскарадные элементы. Да, вариантов более чем много, просто важно вот дать себе свободу, разрешить себе поэкспериментировать. Когда ещё, если не в Новый год, ты будешь начинать это делать, да. Допустим, также мы говорим о том, что многие отмечают сейчас Новый год дома, потому что сейчас есть определённое всё равно ограничение, меньше корпоративов, по-моему, да, там сейчас как-то сократили всю эту историю, поэтому можно, и, скорее всего, люди будут отмечать Новый год дома. Вот я за правила уместности. Вот, например, если у вас корпоратив в театре, опере и балете, например, то понятно, что там нужно вечернее платье, и это будет формат, скажем так. Когда у вас корпоратив в маленьком арендованном помещении, то там совсем другой уже формат. То есть очень важно понимать вот масштаб. То есть если у вас коллектив 3 человека или коллектив там 250 человек, то есть внешний вид будет кардинально разный. И то же самое, если вы дома. То есть у вас дома, а вы в вечернем платье, да, или у вас вот тут перья. Понятно, что все салаты будут ваши просто с этими перьями. Это каждый раз, когда я вижу на мероприятиях, где нужно есть людей с перьями, мне всегда грустно за перья, потому что, ну, то есть их же не постирать, то есть это всё вот это вот. Поэтому нужно... То есть все объёмные рукава в домашних условиях, они элементарно просто неудобны. То есть если ты не в гости пришёл, да, вот сидишь просто вот так красиво. А если у человека нет вот одежды, сейчас же как-то не очень так придираются, да, люди ходят в кроссовках в театр, да, даже на сцену выходят в кроссовках. Да, уже сейчас так. Да, и носят майки под какие-то там, например, пиджаки, да, какие-то. Ну, то есть сейчас нет уже как будто бы такого вот жёсткого дресс-кода, да. Если у человека нет, например, возможности как-то красиво выглядеть, стоит ли ему отменять тогда свой поход? Нет. Даже если он понимает, что он будет выглядеть в вечернем платье не очень уместно. Вообще я думаю, что это момент самоощущения. То есть вот мне, например, бывает неудобно в очень вечерних каких-то женственных нарядах на габлуках. Когда в этом стою, я немножко вот мне не моё. Просто вот это не в том, что платье плохое или туфли не очень, да, или неуместно, а просто я как вот личность как бы такая немножко панковатая, мне вот это вот всё принцессина не нужно. То есть мне нужно, чтобы были ботинки, какая-то юбка удобная или брюки вообще, и всё, я пошла, говорится, почесала, и всё. А кому-то вот нравится это. То есть это же то же самое вот это вот ощущение, что есть вот эти кошечки женщины, у которых сама природа такая, что... Кому важно быть уместным, да? Пусть будет уместным. Кому это не особо важно, то он может... Когда мы говорим о корпоративах, например, почему я говорю про уместность именно в рамках корпоратива, и почему это важно, потому что корпоратив — это мероприятие с коллегами. Вы всё ещё на работе. Вот я всегда говорю об этом. Корпоратив — вы всё ещё на работе. Нет такого, что все утром забудут, что было этой ночью. Нет. Все будут помнить недолго. Если это было что-то крайне ещё и неприятное, помнить будут столько, сколько ты будешь там работать. То есть вот. И это... И одежды касаются тоже, да? И одежды касаются тоже, потому что какие-то чересчур откровенные наряды на корпоративе, если тебе не 20 лет, простить будет трудно. То есть это может выглядеть неоднозначно. Да, ты можешь с друзьями встретиться и так выглядеть, потому что тебе так нравится, но ты на работе. То есть вот этот момент очень важный, когда мы забываем о том, что мы возвращаемся ещё к этим людям. И я всегда говорю, что цель. Помним про цель. Зачем мы идём на корпоратив? Мы идём не то, чтобы отдыхать по большей части, а провести время с коллегами в неформальной обстановке, но с коллегами. Бринеслава, у нас остаётся очень мало времени, и с вами так интересно. Мы успеем, может быть, какие-то коротенькие, сказать, тенденции на 2024 год. С Новым годом всё понятно. Бантики, стразы. Да. И удобно, и комфортно, чтобы было и уместно, главное. Говоря про 2024, 2024 вообще сейчас в тренде снова женственности. Такая, да, если мы говорим для девушек актуальная история, там могут быть корсетные истории, все возможные, воздушные. Если вот обратить внимание на цвет 2024 года, то он персиковый, да, такой вот, то есть он тоже вот такой немножко наивный. Если до этого у нас был больше такой фундаментальный бордовый цвет, ну и можно так его назвать, да, простым русским словом, то сейчас мы уже говорим, что следующий персиковый. То есть оно будет уже просто-то нежное, звонкое, ранимое такое, и всё туда вот будет прилагающееся, да, вот к этой эстетике. Также, говоря про 2024 год, стоит обратить внимание, я думаю, на Макси юбки. То есть сейчас они тоже актуальны в тренде. В прошлом году они тоже были актуальны, но их как бы так сильно не внедряли. Также ещё, вот мне нравится этот тренд, но он такой неоднозначный, это офис. То есть в моде носить вот снова рубашки в повседневной жизни, сочетать их сверху со свитером, так, чтобы стоечка воротника была видна. Да, и может быть немного такая Людмила Прокопьевна даже, да, вот это вот всё. Коричневый цвет, шоколад, будет вообще вот шоколад. Какая-то скромность, да, не скромность, нежность. Да, что вот это вот в сочетании с голубым, да, то есть если вот вспомнить этот образ, если, как говорится, Людмила Прокопьевна из её образом сменить прическу, сделать чуть-чуть её актуальной, то это вполне нормальный носибельный образ на будущий год. И это можно использовать. Ну и, конечно, продолжают быть в тренде нулевые. Это такой скоротечный тренд, он цикличный тренд, так же, как и сейчас, актуально 80-е будут с 90-ми. Вот эта вся эстетика, которая сейчас навеяна определёнными, да. Даже фильмами. Да. Бронислава, спасибо вам огромное. Время так быстро с вами пролетело. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу, за такой интересный разговор, за ваш чудесный подарок, который такой же тоже необычный, креативный, как вы. Спасибо. Слушатели и зрители, благодарю за внимание. Всем хорошего дня. Оставайтесь модными. Субтитры создавал DimaTorzok